Мои прекрасные зрители, доброе утро! Ну что ж, мы впадуем, и сегодня я хочу начать свое видео с подборки красных платьев. Так же, как и рисунков горох, красных платьев было очень и очень много. Внимание на героиню в белом платье, она совершенно точно итальянка элегантного возраста, и в первый раз она попала в мое видео, многие помнят, она была в ботфортах, я не засняла лицо, не успела, и она совершенно не выглядела, скажем так, на сеньору, которая вошла в элегантный возраст. На самом деле, у меня прям такие некие сложности постоянно комментировать элегантный возраст, многие обижаются на бабушек, хотя я сказала, что бабушки — это всего лишь наличие внуков, по крайней мере, для меня. Итак, большое количество красных платьев, и, возможно, я наснимала такое количество красных платьев, прежде всего потому, что красное платье очень обращает на себя внимание, ты не можешь не заметить красное платье, поэтому хотите выглядеть ярко по-летнему, красное платье в вашем гардеробе должно поселиться. Вот такие брюки, принт геометрический, и они стали вместо хлопковых шелковыми, либо из какой-то ткани напоминающей шелк, то есть брюки летящие, их тоже очень-очень много в городе я встречаю. Красное платье и платье-рубашка, как до этого было в кадре, красное платье и платье в горох — это то, что является тенденцией. Я же сегодня пододелась не очень удачно, сегодня был очень сильный ветер, который постоянно смещал мне юбку, и сидела я в кафе и рассказывала случаи, что угостили меня кофе, и многие прошлись по моей юбке, я думаю, что многие будут удивлены узнать бренд. Я обязательно расскажу видео «Мой четверг», потому что подобную юбку я больше не могу найти, их выпускают вот в таком фасоне, только в черном цвете, а мне хочется цветную, поэтому я, конечно же, закажу своей шве и мастерице юбку себе на заказ. И ткань уже выбрала, многие даже ее, возможно, и вспомнят. Опять же, летящие платья и корзина в руках. Сразу вспоминаем Джейн Биркин, но могу сказать, что соломенные корзины, они так стильно смотрятся. Да, кстати, вот посмотрите, снова горох, и эта сеньора очень хорошо одета, я засняла. Я на самом деле обожаю своих стритстайлеров, они ходят кругами, многие могут заметить, и вот в особенности в этой съемке это будет очень очевидно, в съемке этого дня, что я кого-то снимаю со спины, а в следующее видео эти же герои попадают уже фронтально, я их снимаю, потому что они прошли в одну сторону и возвращаются. Это большая моя блогерская удача, потому что таким образом я могу действительно заснять очень хорошо. Брюки, пояс, рубашка, снова платье и снова вот такие льняные комплекты, их тоже очень много. Вообще вот таких широких льняных брюк, более широких, менее широких, их очень много. Белая рубашка и брюки очень напоминающие скини, либо очень узкие брюки, их очень много. Вот такие туфли традиционно считаются, придают возраст, то есть небольшой каблук, рюмочка придает возраст, но если вы будете носить с шортами, как ношу я, либо с мини-юбками, вы будете выглядеть сбалансированный будет очень образ, то есть не очень секси открытый, а как будто бы более благородный. Не знаю, как это объяснить, у меня, кстати, таких туфель нет, но я планирую себе приобрести. Очень красивый образ, посмотрите, джинсовая рубашка, она в помощь всем модницам, универсальная вещь. Белая юбка, подобные юбки часто выпускает Манго и Зара, они как будто бы вязаны крючком. И черная сумка, кстати, пожалуйста, вот еще такой лайфхак от меня. Если вы имеете какой-то образ, ансамбль, компоновку, посмотрите, как красиво, снова брюки мягкие, наподобие шелка, возможно, это шелк, шаговое расстояние отличить нельзя. Так вот, если вы имеете очень расслабленный аутфит, ну, вы оделись, вам нравится, но вам кажется, что в городе это слишком по-летнему, иными словами, слишком пляжно, пожалуйста, возьмите черную сумку в руки и, возможно, черную обувь. Либо сумку, как в случае у этой девушки, из гладкой кожи. Вот гладкая кожа, она очень, опять же, собирает образ, делает его более элегантным, более, да я даже не знаю каким. Но черные аксессуары вам в помощь, вот посмотрите, какой красивый образ замкнутый, черная сумка, черная обувь. Многие мне пишут, Яна, так больше не делают, возможно, так больше не делают, либо советуют не делать, но это смотрится очень красиво. Кстати, я вам тоже говорила в своем видео, почему тренды являются трендами. Тренды – это то, что нужно продать и что сложно продать без объявления это трендами. Поэтому вещи, которые, на самом деле, очень новы и очень непривычны, они, как правило, попадают в тренды. Посмотрите, как красиво просто белая футболка и плессированная юбка. Снова девушка, вышла она из магазина. Посмотрите, какой простой образ и какой красивый и лаконичный. На самом деле, каждый образ можно комментировать, и комментировала бы я его примерно одинаково. Очень просто, очень легко повторить. Посмотрите, что у нас здесь будет, я уже забыла. А, здесь длинная юбка, кстати, подобные юбки я видела в Massimo Dutti и обтягивающая белая футболка с длинным рукавом. Так вот, возвращаясь к трендам, хочу сказать, что долгое время, я думаю, не будет трендом сочетать цвет обуви с цветом сумки, потому что это очень дорого. Такой тренд тяжело продать. А продать тренд, что мы можем ничего не сочетать, не компоновать и не учитывать определенные правила, хотя стоит признать, что мода, конечно, стала очень свободной, очень лояльной ко многим нашим фэшн-проявлениям, так вот, гораздо проще продать идею, что, пожалуйста, красные туфли, зеленая сумка и так далее. Посмотрите, какой интересный момент сейчас у девушки рассыпется из ее сумки и все, что она там имеет. С кем случалась такая ситуация? Ставьте плюсик, со мной происходило. Жутко, неловко себя чувствуешь, правда? И я рассказывала, у меня была ситуация, после которой я стала чувствовать себя гораздо увереннее, у меня яблоки рассыпались. А однажды у меня была ситуация, я купила себе очень красивый плетеный шоппер. Это была, на самом деле, просто большая плетеная корзина, я с ней так стильно выглядела на рынке. И однажды, нагрузив туда кабачки, огурцы и яблоки, у меня просто ручки оторвались, и прямо на рынке все это рассыпалось. Так что со мной подобная ситуация была два раза. Очень красивое платье вдалеке. Девушка несколько раз проходила, не удавалось ее заснять. Опять же, это вариация на тему красного, либо на тему оранжевого. Посмотрите, как хорошо смотрятся полностью белые комплекты. Очень по-летнему. Опять же, если вы чувствуете, что, ну, слишком по-летнему, берите черную сумку, черную обувь. Казалось бы, из-за своей тяжести и плотности, допустим, кожи не подходит такой аксессуар к лету, но потрясающе смотрится. Именно белые комплекты с чем-то ярким. Яркая обувь, яркая сумка, опять красное платье, и впереди был завязан очень красивый бант, либо цветок, но не удалось заснять. Так вот, черные аксессуары потрясающе уместно смотрятся с белыми платьями. Опять же, посмотрите, легкое платье, черная сумка. Эту девушку я засниму несколько раз, так же, как и парни. Вот, кстати, пример аутфита, который мне понравился, но который можно было бы улучшить. Опять горох, посмотрите. Можно было бы улучшить за счет более, более, скажем так, дресс-кодовых аксессуаров. Допустим, черные лодочки, черная сумка и менее пляжно бы смотрелось, хотя и здесь все мне нравится. Я считаю, что это уместно и красиво. А почему уместно и красиво? Потому что отсутствуют другие пляжные аксессуары. Например, плетеная сумка. К этому платью плетеная сумка бы, ну, никак не подошла. К предыдущему, точнее, кадру никак бы не подошла. Очень много ярких цветов, очень много вот такого розового фуксия. И подобное платье я зайду, посмотрю в H&M. Опять девушка, она вернулась. Вы не поверите, она вернулась в Зару. То есть, это не съемка, наоборот, что она сначала зашла, а потом вышла, и я вставила кадры в другом порядке. Нет, она вернулась в Зару. Дорогие мужчины, если помните, точнее, если смотрите это видео, помните, пожалуйста, формулу. Конечно же, ее можно нарушать, но она действует безотказно. Хотите надеть шорты, сверху надевайте рубашку. Хотите надеть футболку, надевайте вниз брюки, и будет все смотреться очень-очень хорошо. И опять же, по поводу пола, специально обращаю внимание, закрыта была девушкам своим спутником. А здесь была просто белая футболка и летящая юбка. Тоже очень легко подобный образ повторить. Опять тотал черный. Посмотрите, две вариации, правда, крайнее платье, ближайшее к нам, оно темно-темно-синее. Но посмотрите, две прекрасные вариации нелетнего цвета в летнем гардеробе и двух фасонов. Но, повторюсь, вот подобные платья без рукавов очень популярны. А здесь опять мы имеем тотал черный, очень интересный образ, и еще один очень интересный образ в кадре тотал черный. Но посмотрите, снова белые брюки и расстегнутая рубашка. В Италии подобные рубашки, полупрозрачные. Я раньше не понимала, как их носить и зачем. Самостоятельно невозможно. Как платье невозможно, слишком прозрачное. А оказывается, вот таким образом можно носить. Посмотрите, как снова красиво. Бежевый плюс, бежевый золотистый, плюс белый, плюс бусы. Опять мой палец. Ну что ж такое? На самом деле мой палец появляется. Я не всегда вижу, что я снимаю. Очень часто я интуитивно веду своего стритстайлера, держу его в фокусе, потому что очень сильно бликует экран. Если кто-то знает, есть ли специальные наклейки, чтобы экран не бликовал, дайте мне, пожалуйста, знать в комментариях. Я пойду и куплю, потому что иногда я вообще не понимаю, что я снимаю. Снова посмотрите, бежевые брюки. Посмотрите, бежевый оттенок более спокойный. Если он будет более золотистый, образ будет более контрастным и более выигрышным. Я считаю эту съемку вот в этот день очень удачным. Да, сеньора, поняла, что я ее сняла и улыбается мне разрешила. К вопросу о том, как реагируют люди на то, что я их снимаю. Ну, в основном так и реагируют. Ну что ж, дорогие зрители, впереди еще очень много интересного и красивого. На сегодня я с вами попрощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...